Всем привет! Вы на канале Покажеварима, это значит, что вас сегодня ждет что-то вкусное. Что я сегодня приготовлю? Я приготовлю стейк. Я честно признаюсь, я не самый главный знаток стейков в этом мире, но мясо я люблю. Как любой нормальный мужик, мне нравится мясо. Но с другой стороны, я вообще, наверное, неправильный мужик, потому что мне вот этот вот фетиш, вот эта гонка за кто сырее сделает мясо, мне она не нравится. Серьезно, мне нравится, мне прожарка медиум ре нравится. Но мне также нравится прожарка медиум, это абсолютно нормально. Да, мне не нравится вэлдан, когда совсем это уже сухое мясо, но тем не менее и такое мясо я могу съесть. Но вот когда с кровью совсем, ну я не я не люблю. Ребят, Олег Абон, врать бог, я знаю, что ты любишь, я никоим образом не хочу осуждать твой вкус, там, и других специалистов по мясу. Но мне нравится все-таки вот медиум ре, медиум вот эта прожарочка, зашибись, короче, в стейках. Есть ли хорошее мясо? Но не в моем случае. У меня сегодня хоть и ребай, но довольно стрёмный. Вот это не самый кайфовый ребай, это толстый край, оттуда вырезают стейки ребай. Видите, мраморность у него, ну такая, близка к нулю. Это хороший кусок мяса, я знаю, что это зерновой откорм, то есть вкус у этого мяса будет довольно хороший. Вот, тем не менее, тем не менее, вероятность приготовить его сухо есть. Именно поэтому я его сделаю не просто так. У меня будет классное дополнение к этому стейку в виде грибной такой шапочки с сыром. Короче, все увидите. А всем тем, кто хочет разнообразить свои просмотры, не только смотреть, как по кашеварим портят стейки, запекают жареные пельмешки в горшочках и прочую майонезную дичь, я вам могу порекомендовать канал, который называется Оливье ТВ. Вот там действительно по-домашнему, там действительно от души. Ведущая Анастасия показывает простые рецепты, ну не всегда простые, скажем так, рецепты из доступных продуктов. Это то, что нужно людям. Я тоже так стараюсь делать. На Оливье ТВ доступные продукты, доступные рецепты, понятная подача, потому что ведущая Анастасия этого канала, она рассказывает все понятно, подробненько, сжато. И там нет столько воды, сколько у меня в роликах, серьезно. У вас не будет вопросов, какую закуску приготовить на праздник, как сделать красивый вкусный десерт. Все это вы найдете на канале Оливье ТВ. Подписывайтесь на канал Оливье ТВ, передавайте Анастасии привет от по кашеварим. Ссылочка на канал в описании к ролику. Давайте погнали, погнали подписываться на Анастасию и погнали готовить стейк под грибочками. Вот наш кусочек мяса. Это все не эгоистическое у нас блюдо, я делаю один кусочек мяса тупо себе на обед. Ладно, с Димой поделюсь. Я это все активно солю. У меня соль с какими-то травками, это не имеет значения, но лучше какую-то крупненькую соль. То есть мелкой можно пересолить, а крупной пересолить практически нельзя. Друзья, естественно, черный перец. Говядине черный перец, это просто must have. Учитывая, что я готовлю не на гриле, готовлю на сковородке, я немножко добавлю оливкового масла. Просто для начала, чтобы у меня ничего не пригорело. Так, чуть-чуть. Причем именно в такой последовательности. Сначала специи, какие мне нужны, и потом маслица. Мясо пока уберем, пускай посолятся. Я возьму для своего блюда грибочков. Я их не буду мелко, как на жульенчик, да, я их порежу так, чтобы от души потом кусочки эти чувствовались. У меня большие шампики, вы можете и мелкие взять. Все, мне в принципе хватит. Вот столько мне хватит для моего блюда. И немножко, немножко лучку. Просто перышками, вот так вот. Чуть-чуть для сладкого вкуса. Пригодится лучок. Давайте поджарим начиночку. Чтобы у нас были вот эти вот всякие стейковые понты, я вот здесь кину розмаринчик. Пускай масло отдает свой аромат. Закинем лучок и грибочки. Довольно сложно передать аромат, который вот дает розмарин, но это очень вкусно. Пахнет такой хвоей. То есть, в принципе, достаточно немножко его подержать в масле, и уже вот этот аромат здесь сохранится. Розмарин можно достать, но не выбрасывайте. Мы еще стейк повозюкаем. Наша задача обжарить грибочки около 10 минут на среднем огне. Я сторонник, чтобы каждая по отдельности составляющая была вкусная. Я поэтому здесь уже солю грибочки. Хотя, по большому счету, можно было там на стейке все это сделать. Или стейк бы поделился с солью. Но я хочу вот так вот. Снимаем. Давайте наш этот грибной топпинг пока сложим в сторонку, да, и займемся стейком. Прямо в этой сковородке. Я ставлю сковородку обратно. Мне надо ее хорошо прогреть, но не горячо. То есть, допустим, для приготовления стейка вот такой толщины мне достаточно будет чуть выше среднего, но хорошо прогретая. Давай пятерку поставим. И оставлю минут на 5 сковородку. Пока у нас греется сковородка, я возьму питу. Я не хочу запекать стейк и верхнюю часть вместе, потому что я могу совсем упороть стейк из-за времени. Поэтому верхнюю часть для стейка я сделаю отдельно. Беру какую-то подложку. У меня это вот пита. Возьмем пергамент. Чтобы удобно было переносить. Сверху я выложу грибочки. Мы сейчас делаем шапку для стейка, чтобы вы понимали. Стейк моей толщины я буду жарить около 5 минут. С одной стороны минуты 3-4, и с другой еще парочку минут доготовим. Четыре минутки прошло, можно перевернуть. О, зашибись. Вот здесь уже можно вот так вот поводить. Не, приколы приколами на самом деле, а розмарин, конечно, дает аромат, как ни крути. Положим его. Добавим сливочного масла. Сейчас стейк наш насытится ароматами. Можно чесночка еще добавить. Прямо вот так вот. И не стесняясь, можно пополивать стейк сверху сливочным горячим маслом с розмарином. Мясо можно снимать. Давайте его немножко обернем. Он полежит какое-то время. Кстати, подожди, а что я? Давай туда положим розмарин, чтобы совсем все было. Хорошо. И он какое-то время пусть отдохнет. Наш пережаренный, по мнению многих, стейк. А мы пока закинем шапочку. Закидываем. Так, вот оно что, Михалыч. Так, давайте анбоксинг стейка полежавшего. Сформируем блюдо. Эх, давай, дружище, вылезай. Ох, е-е-е-е. Зашибись. И сверху наша чудесная грибная шапочка. Вот это стейк. Вот это блюдо. Зашибись. Опа. Мне кажется, Виталий неплохо справился. Что-то среднее между медиум-рей и медиум. Пойдет? Любимая рубрика. На канале по гашеварям. Пожрем называется. Слушайте, ну стейк. Ребята, стейк, он такой стейк. Он всегда, во-первых, на любителя. Потому что, вот сколько людей, столько и мнений. Серьезно. Я знаю людей, которые любят такую прожарку. Потом любят другую прожарку. У каждого реально свое мнение о мясе и какое оно должно быть. Понимаешь? Ну, я люблю так. Вот я пожарил, как мне нравится. Как нравятся там супруге моей. Да, вот это у меня принимается в семье. Совсем сыро, когда нам не нравится. Давай попробуем. Хороший, добрый вкус говядины, который не перебивается вкусом сыра и грибов. Это отлично. В принципе, не надо покупать дорогие отрубы, чтобы сделать вот такую вот запеченную штучку. То есть, по-любому будет вкусно. Даже обычная говядина молочная. Там, купите вырезку филе миньон. Сделайте вот так вот сверху шапочки. И будет зашибись. Даже можно запечь вместе с мясом. Я просто не стал рисковать. Потому что я и так пожарил чуть-чуть больше, наверное, даже, чем хотел. Вкусно, структурненько, мягко. Чувствуется говяжий вкус. Чувствуются грибочки. Немножко сырок в тему. И чуть-чуть кисленькая сметана. Отличное сочетание. Приготовьте. Это очень вкусно, черт подери. Все, ребята. Я не специалист в стейках, но я специалист в пожирать. Это вкусно, как факт. Остальное шелуха. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До скорых встреч. Что-нибудь еще приготовим. Димасик, тебе рубануть? А, я, блин, сыр слез, а? На, без сыра. Это вообще доснимаю. А? Что доснимаю? На, без сыра пока даю. На. Держи. Ешь мясо. Жуй мясо. Ешь стейки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok